Я просто была на работе, мне сказали, что горит в районе Джанибекского, то есть я узнала, что это склады наши соседи, поэтому я приехала быстрее и увидела факт горящего складов, горящего дома. 16 ноября в 15.53 на пульт дежурного МЧС поступил звонок о взгорании склада лакокрасочных материалов, который располагается на улице Ползунова в районе Ангарского поселка около школы-интерната «Созвездие». Облако черного дыма ползло в сторону Красного Октября. К месту ЧП срочно выехали пожарные подразделения. Быстро огонь потушить не удалось. Происходит горение, интенсивное горение на площади 1600 квадратных метров. Горит два полных склада, один частично. Существует угроза распространения на предприятии на рядом стоящие складские помещения, также с лакокрасочными изделиями. Кроме того, до настоящего времени есть вероятность распространения огня на близлежащие жилые дома вследствие воздействия высокой температуры. Силы и средства, которые находятся на настоящий момент времени для тушения, достаточно для того, чтобы обеспечить локализацию пожара. Работает 28 единиц техники, 84 человека личного состава. Группировка при необходимости будет в кратчайшие сроки усилена. Ждем подъезда водовозок для того, чтобы обеспечить водой деятельность пожарной техники в связи со значительным удалением источников водоснабжения. Запах едкого дыма доносится до центрального района, где располагается редакция телеканала «Волгоград-1». Местные жители, проживающие рядом с эпицентром пожара, с трудом могут дышать. Я лежала на койке, и окно у меня вот прям сюда. Я смотрю, дым, дым, дым. Думаю, что такое? На дереве, когда гляну, пламя. Такое пламя, как начало бить, бить дым. Такой прям дым, черный дым. Черный и огонь. Прям я так напугалась, и у меня даже давление поднялось. Честное слово. И пришло все, у меня колотит. А у меня сын только уехал домой. Я ему звоню, говорю, Валера. Я так перепугалась, у нас здесь пожар. Склады, говорят, горят. Мой дом от очага пожара ровно 4 метра. В нарушении всех пожарных инспекций. Вот пускай генерал приезжает и смотрит свои подписи, где они подписывали. Я три года служу с этим соседом. Это хорошо, что ветер дует туда. А если бы был западный, то весь поселок сгорел бы до трампарка. Это дом сына, мой дом внутри. Прямо возле очага пожара. Сгорели все торцевые окна. Ну, как зарядь, полопались. Попросил пожарников, чтобы залезли наверх и поливали эту стенку. Потому что стенка уже дымилась. Дом отстояли. Склады с лакокрасочными материалами давно не давали покоя местным жителям. Люди жаловались, что летом из-за едкого запаха невозможно открыть окна. Писали в разные инстанции. Даже комиссии приезжали. Но дальше дело не пошло. Как разливали в центре поселка краску, так и продолжали этим заниматься вплоть до 16 ноября 2017 года. Пока беда не случилась. Там непонятная темная история. По документам там типа склада. Но переписка очень большая. Роспотребнадзор. Администрация Дзержинского района. Администрация города. Там бумаги за подписью Сидоренко и прочих товарищей. И все в разные стороны. Одни утверждают, что это не промышленное предприятие, а жилая постройка. Другие пишут, что зона санитарная должна быть. Там третий класс опасности. Конечно, то, что сейчас горит, это нехорошо. Потому что там не просто горение, а там горят вот эти лакокрасочные. Если там склад был, то понятно, что наверняка там что-то взрывалось. Здесь продукты горения достаточно токсичные. Поэтому, конечно, это такая нехорошая экологическая ситуация. У людей могут быть сейчас обострения заболеваний органов дыхания. То есть это могут быть, если у человека бронхит или там хроническая пневмония, понятно, это может спровоцировать обострение этих заболеваний. Медики советуют уехать подальше от токсичного пожара. А если нет такой возможности, плотно закрыть окна, чтобы в помещение не проникал воздух. Пожарные спасатели делают все от них зависящее. Все, что известно по пострадавшим к вечеру 16 ноября, одна женщина с ожогами второй степени лица и рук доставлена в 25-ю больницу. Угрозы жизни нет. По погибшим информация уточняется. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...